Привет, культурные! Популярность стиля Кейт Миддлтон растет с каждым днем, поэтому я продолжаю рубрику «Краткий дайджест выходов принцессы Уэльской, но уже за июль». После насыщенного для британской королевской семьи июня последовала расслабленный июль, хотя под конец месяца о принцессе Уэльской вспомнила Сьюзи Мэнкес и разразился небольшой скандал, но об этом позже. Если в первом месяце лета у Кейт было 12 публичных выходов, то во втором только 7, один из которых можно назвать полупубличным. Она дважды повторила свои прошлые наряды и ограничилась одной шляпкой, но давайте по порядку. Открытый чемпионат Великобритании по теннису или Умблдон никогда не проходит мимо Кейт, ведь с 2017 года принцесса Уэльская является официальным королевским покровителем всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. С тех пор она не пропустила ни одного финала Умблдона, в одиночном разряде, но в 2023 он начался для нее чуть раньше, уже во второй день. 4 июля она появилась в королевской ложе Умблдона, чтобы поддержать Роджера Федерера, восьмикратного победителя турнира, экс-первую ракетку мира и хорошего знакомого семьи Миддлтонов. До этого они даже сразились в мини-матче на кортах Умблдона. Роджер впервые присутствовал на трибунах не в качестве спортсмена, а в качестве почетного гостя. Вместе с Кейт они принимали овации зрителей и поддерживали англичанина Энди Марре во время его матча. Для выхода Кейт выбрала удлиненный мятный жакет Бальман в сочетании с белой плессированной юбкой. Ее образ тут же сравнили с Дианой, которая очень любила такие сочетания на открытом воздухе. И уже во втором луке за месяц узрели якобы вдохновение образом Дианы на Trooping the Color 1988 года. В этот же день Уильям и Кэтрин посетили чаепитие в больнице Святого Томаса в Лондоне, приуроченное к 75-летию национальной системы здравоохранения. На Кейт было голубое платье от Александра Рич за 2000 долларов с любимым летним принтом Полька Дот и белой туфлей от Джимми Чу. В таком же варианте она уже дважды выходила в свет, в том числе и на Умблдоне в прошлом году. 5 июля состоялась отдельная церемония коронации Карла III в Шотландии. Она была скромнее, но тоже со своими отдельными королевскими регалиями и традициями. Короля и королеву сопровождала наследная Четауэльских, которая в Шотландии имеет титул герцога и герцогини Роцейских. К слову, они были единственными представителями работающих членов королевской семьи на церемонии. Камилла, Карл и Уильям были в парадном одеянии рыцарей Ордена Чертополоха. А вот Кейт, в отличие от той же Камиллы, не является рыцарем Ордена. Она предпочла сапфировое платье-пальто от любимого бренда принцессы Дианы Кэтрин Уокер. Интересно, что Кейт до этого надевала его дважды. А вот шляпку сменила, за нее отвечал главный шляпник Великобритании Филипп Трейси. Украшения уже стандартны для такого случая. Колье-чокер из японского жемчуга с бриллиантами из личной коллекции Елизаветы. Кейт надела его уже в четвертый раз. Помним, что его любила и другая принцесса Уэльская. От нее же на Кейт были жемчужные серьги и капли Коллингвуд. 6 июля принц Уэльский принял участие в благотворительном матче Попола, чтобы собрать более миллиона долларов для 11 благотворительных организаций, поддерживаемых Уильямом и Кэтрин. Принцесса Уэльская традиционно присутствовала на матче и болела за мужа. Несмотря на то, что там она общалась с представителями тех самых организаций, выход можно назвать полуофициальным. Она даже позволила себе бокалы шампанского. Учитывая, что с алкоголем последние годы ее почти не видели, это, можно сказать, почти отдых. Для выхода она выбрала голубое принтованное платье Бьюла Лондон за 700 долларов. Уильям, конечно, выиграл, и Кейт одарила его поцелуем в точности, как в прошлом году. 14 июля Уэльский и всей семьей посетили авиабазу в Глостершире, где побывали на авиашоу Royal International Air Tattoo. На Кэтрин был блейзер Blaze Milano и любимые балетки, а также брюки Alexander McQueen. Все выглядели максимально неформально, но это рабочий официальный выход. На следующий день Кейт появилась на финальном матче у Бумблдона в женском одиночном разряде в Королевской ложе, а после наградила победительницу Маркету Вандрошеву и утешала Унс Джабир, которая со второй попытки не смогла выиграть титул. Кейт выбрала твидовый мятный зеленый костюм от Self-Portrait в любимом фасоне, очки от Виктории Бекхэм и особенный фиолетово-зеленый бантик. Это знак того, что она патрон всеанглийского клуба лаун-тенниса. Вы могли видеть этот знак абсолютно на всех нарядах Кейт с 2017 года. На заключительный день Унблдона 2023 на финальный мужской матч Уэйски явились почти полным составом. У юной принцессы Шарлотты был дебют, она впервые посетила королевскую ложу и наблюдала, как мама вручает главные трофеи финалистам. Кэтрин вновь выбрала зеленый оттенок, но уже значительно насыщенней. Платье от Ролан Мюрре стоимостью почти 1000 долларов очень напоминало платье от Александр Маккуин на женском финале в 2019. Это был тот редкий случай, когда Кейт пришлось принять критику за мятый выход. Не всегда же только Меган Маркл выигрывать в этой категории. 22 июля у Джорджа был первый маленький юбилей. Наследнику престола исполнилось 10 лет. По этому случаю Уэйски опубликовали его новую официальную фотографию, а папарацци засняли все семейство Уэйски в аэропорту. У них явно начались каникулы, а значит в августе принцессу Уэйскую мы увидим еще реже. Но неожиданно для всех размеренный июльский вайб к концу месяца стал горячее, когда в своем подкасте бывший редактор Vogue International с Юзи Мэнкес сказала дословно, принцесса Уэйская немного разочаровывает тем, как носят ювелирные изделия. Создается впечатление, что она надевает их только в случае крайней необходимости. Я представляю, как она прекрасно выглядит в одном из этих платьев за кулисами, а потом корчит рожицы, как бы говоря, я должна это надеть? Журналистка также отметила, что Кейт, похоже, не испытывает той радости, которую испытывает Камила при ношении украшений. Конечно, в соцсетях начался настоящий скандал. С Юзи припомнили и ее странный внешний вид, и то, что она получала из рук Елизаветы у орден Британской империи, и то, что в своей книге «Королевские украшения» сама писала, что количество поводов надеть по-настоящему королевские украшения стало неумолимо сокращаться после Второй мировой войны, а Елизавета II в какой-то момент превратилась в одинокий, украшенный драгоценностями островок, отрезанный от остального общества. От себя отмечу, что на фоне экономического кризиса и постоянных дискуссий об этическом происхождении многих бриллиантов, неоднозначной реакции простых британцев, выбор Кейт в пользу бижутерии кажется не просто оправданным, но и единственно правильным. Тем более бриллианты она носит просто не каждый день, а действительно по особым случаям. В общем, таким выдался и Юль. Пишите свое мнение и о нарядах, и о том, что думаете в связи с украшениями Кейт в комментариях под видео, и не забудьте делиться им с друзьями, ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока!